Сканифтяник начал очередную серию домашних матчей с крупной победы. В эту субботу хабаровчане на льду арены Ерофей встретились с новосибирским Сепсельмашем. Всего в этой серии будет шесть матчей на домашнем льду, в том числе с главным соперником чемпионата. Итоги игры в репортаже Ульяны Крамаренко. Матч с новосибирской командой прошел на следующий день после возвращения Сканифтяника в Хабаровск. Ритм жесткий, отдыхать спортсменам пока не приходится. Мы даже ни одной тренировки не провели, да, приезду, то есть сразу на игру. Такая игра. Наша задача была проснуться, да, организм разбудить. Проснуться хабаровчанам удалось не сразу, пока армейцы раскачивались на поле. Соперники из Новосибирска активно использовали ошибки Сканифтяника в свою пользу. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом хозяев. У нас в атаке гости. Опасно. И вы сами все видели. Начать привычную для болельщиков игру хабаровчане смогли во втором тайме. На 55-й минуте матча Сканифтяник сделал серию результативных атак и до конца игрового времени армейцы сумели забить 6 мячей. В то время как сибиряки смогли атаковать ворота противника лишь дважды. Матч закончился со счетом 11-6 в пользу Сканифтяника. У нас хорошая очередная атака. Великолепный розыгрыш. Ну в таких играх, если ты хочешь выиграть или что-то, набрать очки и не пропускать, надо самим забивать. На счету Сканифтяника это седьмая победа с разгромным счетом в рамках регулярного чемпионата. 26 января команде хабаровчан предстоит встретиться с уральским трубником. Всего в этой серии домашних матчей будет шесть игр, среди которых матч с Енисеем, одним из главных соперников этого чемпионата. Сканифтяник сейчас по-прежнему занимает третью строку турнирной таблицы. Наталья Курченкова, Ульяна Крамаренко, телеканал «Губерния».